Здравствуйте! Вот интересная есть научная загадка. Откуда появились вирусы? Что такое вирус, представляете? Вот есть у нас компьютер. В компьютере есть программа. Это программа нашего компьютера. А есть у нас живая клетка. Вот мы все состоим из живых клеток. Каждая клеточка, в ней программа, ее развитие, написанная на дезоксирибонуклиновой кислоте, на молекуле этой ДНК. Это называется наша генетическая информация. И вообще, жизнь, 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 которая на планете Земля существует уже много миллиардов лет, это процесс, в общем-то, информационный. Предки передают потомкам свою генетическую информацию, и в процессе этой передачи она немножко преобразуется, происходит эволюция. Эволюция этой информации, и, соответственно, эволюция тех организмов, которые они передают. Вот так вот. Ну так вот, кроме программы, которые в нашем организме заложены нашими родителями, и кроме тех программ, что установлены в нашем компьютере, мы их купили, установили, они работают, мы хотим, чтобы они работали, существуют еще вирусные программы. Это те, которые написали хакеры с непонятными антисоциальными целями, внедрили их, и они попали к нам в компьютер, и они там работают. Мешают нам жить, на самом деле. В лучшем случае они просто занимают время рабочего процессора, и не дают считаться быстро тем программам, которые нам нужны. А в худшем случае они что-нибудь разрушают, разрушают информацию, иногда какие-то механизмы разрушают в нашем компьютере. То же самое вирусы в природе. Попав в клетку, этот вирус заставляет клетку себя любимого тиражировать, копировать, невзирая на интересы клетки. Это заболевания, болезнь, грипп, вирус гриппа. Ой, сколько этих вирусных заболеваний, ужасное большое количество. Так вот, если серьезные ученые на вопрос, как появилась на Земле жизнь, отвечают так очень корректно, что доподлинно известно, достоверно известно только одно – жизнь на Земле появилась. Как? Не знаем. Вот так, честный ответ. Так вот, вирусы – это очень значимый объект, значимый в тоннах, понимаете? Вот все вирусы, живущие в океане, а вирус – это белковое тело, белковые молекулы, понимаете? Он столько, все эти вирусы столько белка содержат, сколько содержат, содержали бы организмы где-нибудь 20 или 30 миллиардов человек. Ну, представляете, вот какое количество белка там находится, да, в мировом океане в виде вирусов. Это не рыба, не моллюски, не бактерии, это вот вирусы, отдельно существующие молекулы. Так вот, современная вирусология, она рассуждает о том, откуда же вирусы появились. На эту тему есть три основных гипотезы. Первая гипотеза такая. Вирус – это потерявшийся, сбежавший ген. Вот по каким-то причинам механически разрушена молекула ДНК в организме. И вот этот кусочек молекулки ДНК сам по себе живет. Вот кусочек этой программки сам по себе живет, попадает в чужие, значит, клетки, заставляет себя воспроизводить. Вот такая вот гипотеза. Она не очень популярна. Вторая не очень популярная гипотеза – это вот следующее. Это паразитирующий ген. Как вот есть организмы, которые стали паразитами. Был организм честным червем, да, копался в земле, а стал паразитом. Стал жить в организме хозяина, животного и питаться за счет него, да. А эта вот молекулка ДНК, ну, весь одноклеточный организм редуцировал до этой молекулы ДНК. Одна молекула ДНК, которая попадает в чужую клетку и живет за счет нее, размножаясь за счет нее. Вот такая вот гипотеза. Тоже не очень популярная. Так вот, самая популярная гипотеза, она одновременно и самая загадочная. Вирусы появились раньше, чем живые существа. Представляете, как здорово, да? Вирусы когда появились? Раньше жизни. Раньше вот этих наших животных, растений. Вот. Как появились? Это самая большая загадка. Потому это загадкой привлекательно. Ну, ладно. Время наше кончилось. Желаю вам всего доброго. Всех благ, удачи.